Знание трех языков неприятный бонус, а важный атрибут госслужащих. Среди них провели конкурс. Участники могли бы сновидеть своими знаниями в свободном общении на английском, русском и казахском. Главная цель это поддержка молодых специалистов и стимул для дальнейшего изучения иностранных языков. Конечно, любой госслужащий должен в первую очередь знать главный язык страны, казахский. Это самое основное требование к участникам конкурса. Как известно, трехязыча в нашей стране это одна из основ развития государства. Цель конкурса как раз таки пропаганда лингвистических навыков среди государственных служащих. За этим кроется еще более масштабная миссия. Это доведение казахского языка до статуса мирового. Последние годы в этом плане проводят комплексную работу. Развитие полиязычия, то есть казахского языка как государственного, русского языка как языка межнационального общения этносов нашей страны и английского языка как языка международного общения, связи с мировым сообществом. Поэтому я думаю, что это мероприятие очень значимое, интересное, полезное для вообще всех работников, которые сегодня участвуют в этом серьезном мероприятии. Конкурс состоял из трех этапов. В первом необходимо было рассказать о великих личностях либо истории страны на трех языках. В втором участников тестировали на знание пословицы поговорок. Завершающий этап – это эссе на государственном языке. Лучшим стал руководитель отдела внутренней политики Акжаикского района, заняв первое место. По его словам, в трех языке – залог успешного будущего страны. Данные конкурса дают возможность таким людям, как я, которые живут в сельской местности, показать себе то, что в сельской местности тоже есть люди, которые знают и государственный язык, и деловой язык, ну и английский, конечно. Все мы знаем, что английский – он очень необходимый язык. Если человек знает английский, то порядка 80% всего мира могут стать вашей аудиторией. Можете поделиться своими мыслями и разговаривать с представителями разной нации по всему миру. В конкурсе приняли участие 8 госслужащих со всей области. По результатам всех наградили благодарственными письмами, дипломами, а также памятными подарками. А победитель поедет представлять наш регион на республиканском этапе конкурса. Алексей Кончимасов, Талгат Муратбаев, Аиды Сагидула, телеканал Акжаик.